Здравствуйте! 20 августа 2020 года в центре доктора Скачков в Киеве состоялся уникальный праздник. А именно! День без очков и маски в условиях пандемии COVID-19. Некоторые результаты меня несколько удивили. Особенно реакции нескольких сотрудников на вполне понятные жесты. А именно вот так, вот так, вот так. Но об этом вы тоже узнаете в этом видео. Я решил поделиться этой информацией с вами. Возможно, вы тоже захотите провести такой День без маски в своем коллективе. Больше того, вы можете его использовать с пользой, как бесплатная диагностика уровня здоровья ваших сотрудников. Итак, какие же сюрпризы могут вас ожидать в День без маски в вашем трудовом коллективе? Конечно же, сразу вы обратите внимание на тех людей, у которых изменилось настроение. Они стали более угрюмыми, молчаливыми. От них сегодня, в этот день, вы не имеете права требовать повышенной работоспособности. Потому что, скорее всего, это меланхолики. Для них, если для вас праздник День без маски, то для них это очередной способ как-то плохо повлиять на их уровень здоровья. И соответственно, работоспособность будет падать. Потому что подсознательно они понимают, что маска все-таки хоть как-то защищала от коронавирусной инфекции. Если часть сотрудников активно или менее активно решит принимать участие в этом празднике, скорее всего, это флегматики, либо санглиники. Они понимают, что условия изменились. И в этих условиях все равно нужно жить, выживать, работать. И они День без маски воспримут правильно. Вот первыми, кто окажется около вас с претензиями, это, скорее всего, холерики. Потому что, когда вы рекомендовали им постоянно носить маску на лице, они вам рассказывали про то, что маска снижает их иммунитет, ухудшает работу сердца, сосудов, дыхательной системы. Иными словами, это плохо для их здоровья. Потому что, я напомню вам, скорее всего, они были просто на уровне знаний, которые я опубликовал в своей книге COVID-19. Что делать? Они, по всей видимости, решили, что коронавирусная инфекция – это единственная инфекция, которая опасна для человека. Но, видимо, их знаний, уровень знаний расширился. И теперь они каким-то образом узнали информацию из моей новой книги. Вирусная инфекция. Что делать? Оказывается, не только один коронавирус опасен для здоровья. Впереди сезон гриппа, простуд. Иными словами, возбудители вирусных, бактериальных инфекций. Туберкулез, грипп, парагрипп, риносоцициальные вирусы, аденовирусная инфекция. Множество вирусов, бактерий могут проникать в организм или не проникать, если на лице присутствует маска. Но все-таки можете их успокоить. Если они правильно будут реагировать на вот эти жесты, то они тоже будут в безопасности. Далее, одни из первых придут вас благодарить те, у кого маска у лучшего состояния здоровья. И вы четко понимаете, что скорее всего у этих людей либо гипотония, либо гипертония, либо отрасли рост сосудов, либо вегет-суистодистония по кардиальному типу. Иными словами, есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. А возможно, у них есть адмия. А возможно, у них есть проблемы с дыхательной системой, бронхитой, хронической пневмонией, эмфизема легких вследствие различных хронических заболеваний органов дыхания. Возможно, они курят. Вот эти люди придут вас благодарить за день без маски среди первых. И советую вам напомнить им, что риск развития осложнений в случае коронавирусной инфекции у них выше. И подготовка к сезону гриппа и простуд на фоне пандемии COVID-19 им важна больше, чем другим. В какой-то степени. Потому что кардиореспираторная система, так или иначе, в этом случае ослаблена. Чуть позже вас придут благодарить люди, у которых день без маски повысила работоспособность. И советую вам обратить внимание на один показатель, который, скорее всего, у них изменен. Скорее всего, у них повышен уровень глюкозы. А правильно проведенный день без маски снижает уровень глюкозы и усиливает интеллектуальную деятельность. И в этом случае вы можете тоже им помочь. Потому что в случае развития коронавирусной инфекции на фоне явного, либо скрытого сахарного диабета, отличий нет. Отличие одно. Если у человека диабет есть, он обследовался. А если он не обследуется, то половина людей, а по данным одного из исследований, в 4-5 раз больше людей не знают о своем преддиабете и ходят в зоне риска. Напомню, что осложнения опасные для жизни, уже не для здоровья, как в первых случаях. А для жизни при сосудистых нарушениях на фоне повышенного уровня сахара, они есть. Они очень значительны. От 10 до 50 процентов. Это надо учитывать. Но у них еще есть время. И уровень сахара снизить, и улучшить работу печени. Для того, чтобы метаболический мозг правильно обеспечивал процессы в этом организме. К концу рабочего дня вас придут благодарить те, у кого очевидна проблема. Иными словами есть избыточный вес. У них вес при правильно проведенном дне без маски тоже несколько снизится. Они вас поблагодарят. И советую вам напомнить им, что ожирение тоже является фактором риска в случае развития коронавирусной инфекции. И нужно правильно снизить вес, не убив, не нарушив работу печени. Потому что метаболического мозга нужно работать значительно дольше, чем в системе снижения веса. А всю жизнь обеспечивать правильно обменные процессы. На протяжении дня могут в разном периоде подходить к вам люди и жаловаться на то, что день без маски для них слишком тяжел. И жаловаться на то, что они могут правильно реагировать на вот эти вот жесты. У этих людей явная либо скрытая патология порно-ответственного аппарата. Конечно, это не является фактором риска в случае коронавирусной инфекции. Но все же уровень здоровья это не увеличивает. И вы таким образом тоже могли провести определенную диагностику. Почему же сотрудники вашего офиса по очереди, вот примерно в таком порядке, будут к вам обращаться. И вы понимаете, насколько интересен их уровень здоровья. Просто реакции правильные на вот эти жесты, они помогут вам провести диагностику. А именно, что такое вот этот жест? Этот жест показывал тот сотрудник офиса, должен был показывать. который, находясь без маски, хотел сказать какую-то речь. И в этом случае социальная дистанция 2 метра. Он напоминал о том, что нужно несколько удалиться от него. Для того, чтобы в случае разговора коронавирус, который не проявляет. Как и другие вирусные инфекции, они на ранних стадиях. Человек внешне здоров, но может быть опасен для окружающих. И в этом проблема многих вирусных инфекций и профилактики их, если вы ходите без маски. Иными словами, частицы слюны могут вылетать из дыхательной системы человека на расстоянии 2 метра. И на этом расстоянии этот человек опасен. Поэтому жест вот такой. Все удалились на 2 метра и все находятся в безопасности. Что такое жест? Вот этот. Его исполнить сложнее. Вернее, правильно на него среагировать. Потому что человек, который показал вот так, он говорит, что он сейчас чихнет. При чихе частицы слюны и слизи вылетают на 5 метров. Социальная дистанция увеличивает. И чих сдерживать долго не получится. Поэтому тут эту реакцию исполнить сложнее. И вот люди с опорно-двигательным аппаратом с его проблемами среагируют в первую очередь. Несколько сложнее, но проще среагировать, когда человек показывает вот так. Иными словами, у него подошел кашель, он хочет прокашляться. При этом частицы слюны и слизи разлетаются на расстоянии до 8 метров. И в этом случае нужно только так увеличить социальную дистанцию. Вы вновь находитесь в безопасности. Просто день без маски. Это говорит о том, что дыхательную систему не защищаем. Все же говорят, что вирус таким образом не передается. Человек не опасен. И вот так кашлять нельзя или чихать. И другими способами закрывать дыхательную систему. Конечно, среагировать можно проще и безопаснее, если этот предмет у вас с собой. Можете успеть надеть маску. И тогда уже можно не показывать ни так, ни вот так, ни вот так. А вы себя защитили от неприятных ощущений, если вы могли кого-то заразить и чей-то уровень здоровья нарушить. Ну, вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы понимаете, что день без маски провести можно, но нужно учитывать некоторые особенности, не забудьте поставить лайк на это видео. Можете отметиться в комментариях. Возможно, частично у вас что-то уже получилось. Что-то, какие-то события в вашей жизни проходили. И таким образом или по-иному комментарии открыты. Можете там свое мнение высказать. А я подумаю, как лучше написать следующее видео и разместить на своем видеоканале доктора Скачко. А также у меня есть канал из школы доктора Скачко, где тоже много полезной информации. А потом...